шалом дорогие родители подростков известная венгерская пословица утверждает что маленькие дети маленькие проблемы большие дети большие проблемы но так ли это на самом деле являются ли сложности через которые проходят семьи взрослевшими детьми обязательными или же их можно преодолеть без особых усилий именно об этом мы будем говорить в этом курсе и так в первую очередь нужно понимать что несмотря на все изменения и сложности через которые проходит наше взрослеющее чадо наши отношения не обязаны портиться переходный возраст действительно вызывает ряд объективных проблем гормональные изменения поиск своего места в социуме внезапный интерес противоположному полу и многие другие вопросы сбивают ребенка с толку дезориентируют и вызывают повышенную раздражительность но это не конец света многие взрослые заболев или потеряв работу проходят через очень похожие состояния это не значит что они теряют друзей и от них отворачивается семья более того несмотря на сложности которые мы испытываем в общении с нашим ребенком мы можем видеть что в общении с другими людьми у него таких проблем нет у него есть друзья с которыми он находит общий язык значит с ним возможно общаться нужно просто понимать как то же касается и нас родителей если мы умеем общаться с другими людьми значит навыки общения у нас нормально развиты то есть если наш ребенок умеет нормально разговаривать и мы также это умеем становится очевидным что проблема не в нем и не в нас а в том как мы общаемся с нашим ребенком понимание ошибок которые мы допускаем и умением устранить их изменит наши взаимоотношения быстро и безболезненно следующих уроках мы рассмотрим основные ошибки и самые простые пути их решения применяйте правила вы увидите как в течение нескольких дней ваши отношения изменятся ребенок начнет посвящать вас свою жизнь искать вашего совета а сегодня давайте рассмотрим базовый принцип все наше общение можно разделить на две группы люди с которыми мы хотим общаться и люди с которыми мы должны общаться начнем со второй кто туда входит наш начальник коллеги соседи может быть родственники то есть и люди с которыми общаемся по необходимости но если такая необходимость отпадет мы тут же прервем контакт с кем из коллег вы продолжите общаться если поменяйте работу с кем из соседей будете созваниваться если перейдите в другой город все про кого подумали относятся к первой группе остальные ко второй когда мы общаемся с людьми по необходимости мы вряд ли будем слишком откровенны мы не рассказываем таким людям о наших проблемах не делимся своими мыслями и переживаниями редко просим у них совета скорее всего раздражаемся когда они сами лезут нам со своими советами непрошенной помощью ничего не напоминает если наш ребенок на все вопросы отвечает нормально не посвящает на свою жизнь не слушает наши советы значит мы просто находимся у него во второй группе и да выражение стиле потому что я твоя мать или но мы же семья никоим образом не помогают ведь они только подчеркивают тот факт что ребенок обязан с нами общаться а как работает общение по принуждению мы уже обсудили что же нам делать ответ нам нужно изменить наши отношения и перейти в группу людей с которыми общаются по желанию кстати это не так сложно как может показаться на первый взгляд более того когда наш ребенок был помладше мы были в этой группе скорее всего даже занимали в ней лидирующую позицию так что на самом деле мы знаем как это делаться просто подзабыли для того чтобы перейти в первую группу нам нужно понять почему мы хотим общаться с нашими друзьями и что отличает это общение от контакта с другими людьми ответ на самом деле очевидно положительные эмоции то есть люди от общения с которыми мы испытываем положительные эмоции становятся нашими друзьями с ними мы готовы делиться нашими секретами посвящать их самые сокровенные подробности нашей жизни к ним мы идем за советом несмотря на то что они зачастую не обладают нужной компетентностью мы все равно чаще предпочитаем советоваться с ними они с неприятными нам специалистами особенно когда это касается личных вопросов на следующем уроке мы поговорим о том как стать таким близким человеком своему подростку а пока домашнее задание понаблюдайте за собой и попытайтесь понять что именно вас привлекает в общении с вашими друзьями когда вы испытываете удовольствие а когда вам хочется прекратить разговор или переключиться на другую тему жду вас на следующем уроке и не забывайте выполнять домашние задания пока